Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Люберецкая панорама» Рустам Хансфер. Естественно, будем говорить о газете, о том, как она делается, кто ее делает, какие материалы там печатались и которые произвели какой-то эффект на читателей и, может быть, даже на чиновников. Ну и, конечно же, напомню, что это то самое издание, которое помогает жителям городского округа «Люберцы» получше узнать, что происходит в городском округе. А то, знаете, как бывает, знаете, что происходит в Москве, а что конкретно в вашем дворе или в центре вашего городского округа происходит, вы можете не знать. Но с помощью «Люберецкой панорамы» это все возможно. Здравствуйте, Рустам Хусайнович. Добрый день. 15 лет. Ну, вроде как и много, и вроде как и немного. Такой красивый юношеский возраст. Вот, во-первых, вы газету воспринимаете, у нее все-таки женская душа или мужская? Ну, среди журналистов бытует мнение, что газета – это женское, имеет лицо, потому что процентов 70-75 ее коллективов составляет в основном женщины. Вот так мы плавно про 8 марта сразу поговорили. Хорошо. Но сейчас говорим о газете, 15 лет. Давайте, с чего все начиналось? Ну, я в газете 13,5 лет. До меня за полтора года в тот момент администрация Люберецкого района в лице Владимира Петровича Ружицкого и Министерство по делам печати Московской области, там Моисеев Сергей Николаевич был министр, они решили создать, возобновить издание районных газет местных, которые там многие в 90-е годы прекратились существовать, некоторые приняли другие формы. И вот было такое желание создать Люберецкое информагентство. Вот оно было создано в 2006 году, и 26 февраля выпустили первый номер газеты. То есть, правильно понимаешь, что это газета, которая именно рассказывала обо всем том, что происходит в этом регионе, и действительно масса вопросов была уделена тому, масса внимания, что происходит конкретно, где живут люди. Потому что был действительно период, когда маленькие, скажем так, издания, маленькие по количеству тиражей просто растворились. Ну, не выдержали конкуренции, не выдержали новых каких-то рыночных условий. И был период, мы же с вами прекрасно помним, постперестроечный, когда газеты выходили с миллионными тиражами, федеральные, как мы сейчас называем. А вот сейчас-то и у федеральных газет, скажем прямо, далеко не миллионные тиражи. Вот как за эти 15 лет происходило, ну, я не знаю, удержание, рост газеты, появление новых сотрудников, новых читателей? Все-таки, опять же, возвращаясь к тому, что, с одной стороны, вроде небольшая дата, но для газеты, в нашем сегодняшнем современном информационном мире, при наличии интернета, это, мне кажется, очень серьезное событие. Ну, да. Вообще, в Московской области десяток газет, у которых возраст за сотню перевалил. Вот вы правильно говорите, что после 90-х, во-первых, появилось такое понятие, как местное самоуправление, то есть появился федеральный закон о местном самоуправлении, и, будем так говорить, с развитием рыночных отношений, постепенно муниципалитеты, то есть администрации, районы, города стали больше внимания уделять информированию населения. То есть появился свой бюджет муниципальный, депутаты стали избираться. Вот, поэтому фокусирование, информирование шло на места. Появляются местные СМИ, учредителями которых становятся, в том числе, органы местного самоуправления. Вот телеканалы, газеты, вот у нас еще коллегия Люберецкая газета, примерно, ровесники мы, то есть в это в одно время мы выпускались. За 15 лет, ну, практически весь возраст газеты я вот руковожу, конечно, различные были перепады, вот, мы понимаем, что с развитием, ну, будем так говорить, рыночных отношений, где финансы как бы выступают на первый план, задача работы с аудиторией, вот, то есть начинаются все вот эти замеры публики, аудитории, исследования, потому что мы должны в том числе зарабатывать на рынке, то есть, а для того, чтобы заработать, предприниматель, чтобы он заплатил деньги, он должен понимать, за что он платит, то есть на каждый вложенный рубль он должен получить там отдачу, а как это, а кто смотрит, а какой возраст и так далее, и так далее. И у нас где-то в 7-8 годах через министерство проводилось исследование, куда привлекались студенты МГУ, социологического факультета, которые исследовали каждую газету в разных районах. Вот, много интересного тогда, как бы мы получили, для того, чтобы сориентироваться, как двигаться дальше. Вот, и, конечно, все, что происходит в мире и в России, оно на нас сказывается. И 8-й год, и 14-й год, вот эти вот все падения экономические, кризисы, они на нас сказываются, потому что мы работаем в том числе и с бюджетом. Понятно, что бюджет секвестируется на разных уровнях, секвестируется, сокращаются расходы, в том числе и на СМИ, и так далее. Вот, за эти 15 лет газета, она изменилась. Изменилась в каком плане? Сегодня газета – это определенный продукт, который имеет несколько видов упаковки, будем так говорить. Вот есть традиционная форма – это печатные СМИ, то есть газеты, которые можно пошуршать, можно понюхать краску типографскую, почитать на диване. Есть теперь у нас газета онлайн, это сетевое издание, сайт Люберецкой панорамы. И уже последние 5 лет активно – это в том числе и социальная среда, интернет. То есть это паблики во всех основных, так сказать, известных нам сетях. Касты, подкасты на свете. Да, мессенджеры уже появились, Телеграм, которые мы тоже осваиваем. И, видимо, оттуда приходят новые читатели, которые, может быть, газету, ну, скажем так, уже считают каким-то все-таки таким слишком традиционным, и им что-то новенького подавая. А вот через мессенджеры, через какие-то новые формы они к вам могут присоединиться и там получать информацию. Да, да. То есть вы чувствуете эту обратную связь? Да. Ну, смотрите, вот если брать сайт, допустим, и мы анализируем Яндекс.Метрику, мы видим, что 70-80% людей изучают новости на сайте через мобильное устройство. Даже через мобильное? 80%. То есть на работе или дома, в компьютере или в планшете это намного меньше, намного. То есть это говорит, с одной стороны, об омоложении аудитории, правильно? То есть если мы как бы соотносим то, что мобильные средства их больше у молодых, как бы, вот, но там, допустим, наши сайты-сети, большее число это 40-45 лет. То есть такая, вот, есть и за 70, конечно. Но 40-45 это такая хорошая аудитория с точки зрения бизнеса, да? Ну, в общем-то, да. Ну, для рекламодателей хорошо. У меня вот такой сразу еще вопрос по ходу этой истории. Вот это интересно, наверное, телезрители, может быть, не очень хорошо знают, а вот то, о чем вы говорите, правильно простроенный бизнес, изучение, фокус-группы, точное понимание, какой мужчины, женщины, какой возраст, это играет огромное значение. И мне кажется, что почему мобильное устройство, именно то, что рядом, как вы говорите, да, вот новости, в том числе и газета Люберецкая панорама, вы наблюдаете рост этих подключений, да, участие в вашей жизни, жизни газеты, видимо, связано с тем, что когда-то вечером вот с развитием интернета человек приходил и садился в компьютер и жил в нем в интернете, потому что на работе с интернетом были проблемы, ну, в общем, на работе же иногда работать надо. Да, сейчас интернет в дороге появится. Да, интернет в дороге, а вечером человек приходит, и у него масса развлечений, масса сериалов, фильмов, каких угодно вариантов, ему телевизор не нужно включать, да, ему достаточно, и он может просто включить монитор для того, чтобы смотреть кино. Он опять же отдыхает. То, за что раньше, то, что получало телевидение, предположим, да, своих хитобалов, сегодня частично забирает в интернет. И поэтому вот вы абсолютно правы, что мобильное устройство, вот это новостное пространство, оно как раз сейчас, конечно же, занимает нишу. Но тогда возникает вопрос у тех читателей и читательниц, наверное, прежде всего, которые, как вы говорите, в почтенном возрасте, привыкшие газету держать в руках, они могут спросить, а не планируется ли прекратить бумажный вариант, и, мол, будем только в интернете существовать, или пока об этом разговоров нет? Ну, пока об этом разговоров нет. Ну, про книги тоже сто лет назад говорили, что их не будет, то есть они остаются, есть свой читатель, есть аудитория, вот, потому что, ну, сложно очень перестроиться этому поколению, вот, хотя расходы на бумажную версию, они, конечно, в разы, да, больше, вот. Но и само содержание газетных полос сегодня приближается к тому, что, в общем-то, мы видим онлайн. То есть более яркие заголовки, короткая информация, выжимка, вот. И мы иногда говорим, что вот полосы – это страницы в интернет. То есть, если раньше была газета, у которой была интернет-версия, немножечко так, коротенько обо всем, да, и вообще вам в таких изданиях, да, то сейчас, получается, у вас газета уже превращается в орган от интернета, да, потихонечку. Интернет становится основным. Ну, вот смотрите, для сравнения, допустим, в газете в одном номере 24 полосы выходит где-то до 40 материалов, вот, а у нас в день 25-30 новостей на сайте. Понятно, что в газету все не влезет, но интернет-сайт, во-первых, это ежечасно, ежеминутно, это постоянно, то есть там нету ночь, день, что-то произошло, вот, там, начал гореть дюшес, и сразу информация пошла. А это еженедельная газета. Понятно, что здесь немножко, может быть, задачи другие, она больше имеет вот просветительскую, информационную, справочную часть, вот, в сравнении с новостного потока, который идет уже непосредственно на сайте. Интернет все-таки у нас воспринимается, если говорить об информировании населения и о желании населения информироваться, конечно, воспринимается лента новостей, удобством подачи информации. Другое дело, о чем мы сейчас во второй части поговорим, как добывается эта информация, кто ее делает, кто ее добывает, кто размещает ее на сайте и печатает в газете. Почему? Потому что работа журналистов, естественно, тоже заслуживает уважения, и интересно узнать, как это происходит в Люберецкой панораме. Узнаем через несколько минут. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко, и у нас в гостях главный редактор Люберецкой панорамы, газеты, интернет-издания, которая 26 февраля праздник отмечает. Это называется 15-летие. Согласитесь, для издания это серьезно. У нас в студии Рустам Хансферов. И мы продолжаем говорить о газете. Мы немножко поговорили о таких сложных, может быть, даже для зрителя вопросах, как вообще жизнь газеты, стоимость бумаги, попытка выжить в наши сложные времена. Слава Богу, пока вроде удается. И вот вопрос, благодаря чему? Благодаря каким-то фантастическим материалам или связям, у журналистов должны быть связи, что у вас первая информация сразу появляется, а это важно для любого издания, и для интернет-издания, и для газеты. Благодаря людям, тем журналистам, которые у вас работают. Вот как бы вы расставили эти позиции? Ну, конечно, главный, основной фактор – это человеческий ресурс. То есть это люди, коллектив, журналисты, которые добывают информацию. Инструментов сейчас прибавилось, добывание информации. Если раньше ноги и телефон – это были главные шансовые инструменты, то сегодня, в общем-то, конечно, вот эти новые технологии, то есть мобильная связь, постоянная интернета, потому что так как в городе, в районе очень много народных журналистов, будем так говорить, блогеров, страница в соцсетях, где просто новости, они как... Поток, да, поток информации. Поток новостной, который необходимо просто перерабатывать. Вот для этого тут и опыт нужен журналистов. Но, конечно, никто не отменял какие-то присутственные массовые мероприятия, где прямой контакт с людьми, с известными людьми. Поэтому журналисты – это главное. И тут вот мастерство уметь, так сказать, выжать основное, вычленить главную мысль и правильно ее донести, да. Это люди. И вот тут сразу же возникает вопрос. Сколько у вас сейчас работает в коллективе, приходят, уходят? Это, скажем так, ветераны журналистского движения или молодежь? Ну да. Ну, за 15 лет у нас где-то человек 30 проработало в разное время. Сегодня 14 человек в нашем составе, значит, 5 журналистов. Один человек занимается рекламой, три человека занимаются сайтами и социальными сетями, бухгалтерия. Есть дружная коллекция? Да, да. Значит, что касается возрастных категорий, то средний возраст 40, у нас есть 22 года, самый молодой журналист, есть уже за 60 самые опытные. Ну, это, наверное, хорошо, потому что тогда благодаря этому не просто охват, да, проблем идет. Потому что, согласитесь, молодому как-то проблемы более зрелых людей иногда, может, и не очень хочется решать, хотя надо, да. А с другой стороны, ему всегда придет на помощь наставник, и тогда весь этот круг проблем можно вместе преподнести читателю. И тут еще возникает вопрос. В любом районе, скажем так, районная газета, региональная газета, всегда есть некая опасность, что она становится таким рупором власти, да. Все хорошо, все замечательно, и снег убран, и т.д., и т.п., нет никаких проблем. Вот, наверняка есть какие-то читатели, скажем, как вот продвинутые блогеры, народные журналисты, которые, может быть, так и думают. Вот как у вас выстроена работа с чиновниками, с депутатами, и, например, с людьми, которые обращаются через вас с критикой по поводу того, что происходит в городском округе Глиберска, и им же что-то не нравится, как обычно в газету обращаются. Да, в газете есть все, в том числе и темы, которые на контроле находятся. То есть есть специальная рубрика «Держим на контроле», постоянные жалобы на добродел, идет анализ, то есть было-стало, отчитываемся. Плюс необходимо понять, что с развитием социальных сетей онлайн очень много постов комментируется, в том числе и блогерами, и активными, инициативными жителями, и мы вынуждены отвечать. Ну, для того, чтобы развивалась нормально... Обратная связь. Да, иначе просто... Не придут поток, да. Да, поэтому люди разные по-разному. И, значит, мы как бы как смычка между людьми и властью, то есть, в принципе, вот есть пост какой-то там, убирает снег, понятно, там негатив идет. Мы стараемся перекидывать информацию тем, кто отвечает за это. Те оперативно отвечают, иногда напрямую отвечают, потому что сегодня действуют программы сквозные, которые позволяют местным и региональным органам отслеживать негатив и сразу как бы его накрывать, то есть пытаться решать. И, естественно, нельзя отчитаться, не сделав, не устранив проблему. Вот, поэтому это все есть, то есть, может быть, раньше этого было меньше, но сейчас именно, ну, есть такое понятие открытость власти. То есть, чем больше открывается информации, а интернет – это поток, который, понятно, он там и плюсы, и минусы, но он вскрывает, он все становится публичным. Под карандаш, это называется. Да, да, ну, приходится, вот, то есть, ну, и продолжается еще такая практика, что письма приходят, да. Ну, в основном пожилые люди пишут, вот, то есть есть такое. То есть, небольшой коллектив, хочу, так сказать, немножко подрезюмировать, небольшой коллектив, которого стоит много задач. Задача – традиционный выпуск газеты, задача, ну, по поводу сбора информации и так далее, плюс добавляется именно развитие интернет-версии. Это довольно сложно, потому что тут не только ты что-то высказал, выложил, а ты еще должен это ввести, комментарии могут быть там 10, 20, 30 и так далее. И вот тут возникает сразу же вопрос. Популярное слово, по-моему, прошлого года и позапрошлого, да, в любом случае популярное, по любому мне кажется рейтингам, слово «фейк». И я вот тут хочу выйти на разговор, почему, наверное, профессиональная журналистика никогда не исчезнет, потому что совсем скоро, как мне кажется, мое мнение, вот, именно хороших журналистов будут искать, потому что они будут уметь четко знать, вот это фейк, это не фейк, фейк, не фейк. Потому что сегодня, если мы отдаем это простому читателю, зрителю, слушателю, что называется, на откуп, то он может быть до реальной новости, до реального факта, слово-то какое редкое, он не дойдет. Потому что он будет везде читать какие-то вот замечательные сообщения, вот эти фейковые, и будет жить в совершенно ином мире. Вот вы готовитесь к этой новой истории, когда журналисты просто будут весьма востребованы именно с точки зрения специалистов по фейкам? Ну, эта проблема, она скорее присуща федеральным и международным компаниям. Вот что сегодня такое телевидение? Вы прекрасно понимаете, какие есть технологии. То есть такие технологии, когда можно показать, что здесь вот реально происходит, того, чего реально там нет. И не было никогда. Да, и голограммы, и вообще как бы лицо человека. То есть актер приходит в студию, но реально это другой человек, понимаете? То есть настолько технологии, понятно, что они уже в интернет. Понятно, что ими пользуются простые люди. Фейк, он возникает из чего? Где-то во Владивостоке блогер пишет о том, что он берет из Швейцарии два года назад на митинге картинку и выкладывает, что вот в Москве в эти дни происходил, там кровь лежит и все, понимаете? Есть технологии, которые вычитывают быстро, то есть он далеко. И он потом его репостит другой, третий, добавляя, и пошло. Это большие территории. Это федеральный мировой уровень, понимаете? Что у нас в Штатах происходит там с выборами, ну вы прекрасно понимаете, слышали. Вот. У нас это сложно. Фейк, он сразу вылезет наружу, потому что это здесь рядом. И нам проще, ну, глазами проверить и доказать это, как бы. Это очень быстро. Поэтому для нас, ну, такой угрозы я не вижу, чтобы к ней так сильно готовиться. А понятно, что мы когда в сетях видим что-то такое, потому что есть технологии, они быстро-быстро накидывают, опять же, да, и картинки дают. Ну, я, если в другом городе, я не знаю, как выглядит площадь в этом. Это да, конечно. А когда люди видят, что это не люберцы, а еще что-то, то есть здесь... Ну, хорошо, вот выборы будут в Госдуму, да, в другие процессы. Вы же понимаете, что технологии начнутся. Вот это хороший, этот плохой. Да, нет, ну, конечно, мы будем проверять. И будут вам писать, и писать красиво, и будут писать не робот, а будут писать человек. Мы пробовали со многими случаями, где надо информацию проверять. Это есть такая тема. Да, но, опять же, это позволяет, ну, определенные связи, информация и технологии позволяют вычислять все это дело, либо поехать на место. То есть вот так. Еще такой вопрос. Многие журналисты, опять же, вот мы так плавно, видите, о федеральном уровне говорим, потому что городской округ Люберцы рядом с Москвой, поэтому не такой уж маленький регион, не такая уж районная газета, прямо скажем, не такое районное издание. Вот какова сегодня, на ваш взгляд, ответственность журналиста? Понятно, что речь идет там о правде, о реальности информации, но многие журналисты в разных изданиях считают, что они вправе и даже где-то должны влиять на людей, высказывать свое мнение и, ну, что называется, становиться некими лидерами не только, я сейчас не про политические движения, а там общественные. Насколько я так понимаю, что журналист все-таки должен быть, ну, все-таки немножечко на нас схваткой, как бы смотреть за тем, что происходит, или журналист должен принимать в чью-то сторону и, ну, становиться работником пресс-службы некоего, там, я не знаю, движения. Может, журналист заниматься политикой, или все-таки журналист должен выше этого быть? Ну, наверное, позиция должна быть нейтральной. Тут мы с вами совпадаем. Вот, и вы правы, то, что информация сегодня, она, это оружие, с одной стороны. Вот, пожалуйста, в течение года мы наблюдаем, как за счет только информационных технологий в мире раскрутили этот ковид-19, понимаете? Вот, это не коронавирус, а ковид, сертификейт там и так далее. То есть это... И какая паника у людей, понимаешь? Вот. Понятно, что над схваткой, находясь, есть, конечно, личностное отношение к событию в любом. Да. Вот. Ты живешь здесь, это твоя территория. Если ты видишь, что идет нагнетание какое-то негативное, там, это влиять будет на окружающую среду, на, так сказать, твою жизнь, жизнь твоих семьи и детей, ты, понятное дело, ты будешь как-то гражданскую позицию свою проявлять. Вот. Но в целом информация должна подаваться как бы четко, нейтрально, но должны быть, условно, эксперты с разной стороны. То есть комментарии, да. Да, да, да. Люди, ну, ломы, так называемые, лидеры общественного мнения, которым доверяет население, условно говоря. А газета, журналисты, это тоже ломы в каком-то смысле. То есть если очень долго, у нас есть опытные журналисты, вот Эмма Витальевна Борисова, она МГУ закончилась 50 лет в карьере, понимаете? То есть это, она, они видели, как развивалась страна, пресса и так далее. И хорошо, когда вот есть, как в спортивной команде, да, ветераны, капитаны, лидеры и молодежь, дублеры. Которые тоже, конечно, станут ломами. Потому что одни подтягиваются с другими, а другие берут пример с этим. Мы 7-8 лет назад сказали, ребята, все, новые технологии, осваивайте гаджеты, потому что у всех были кнопочные телефоны. Сейчас уже люди осваивают со скрипом, но потихоньку все... Ну, ничего себе скрип, 15 лет. Вы знаете, вы сами мне сказали ломы, и мне тут же, естественно, фраза вылезла. Ну, против лома же нет приема, правильно? Будем надеяться, что против журналистского лома нет приема. Ну, в любом случае, читатель всегда должен на анализе информации спикеров, комментаторов и мнений делать свой вывод. Ну что ж, Рустам Кусанович, спасибо вам огромное. Газета «Дело такое» 24 часа 7 дней в сутки. Мы не можем вас долго задерживать. Программа наша подходит к завершению. Мы еще раз поздравляем вас, вашим лицей, весь коллектив с 15-летием. К газету «Люберецкая панорама». Главный редактор которой, Рустам Хансверов, был сегодня гостем программы «Открытый диалог». Всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин